Доброе здоровьица! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, свои продукции, натуральные, целебные средства. Откуда вы? На что направлено? Понял. Значит, я директор этой фирмы, Сушков Александр Николаевич. Мы работаем только натуральными, целебными средствами. Причем предпочтение мы делаем для российского производителя, чтобы было оптимальное качество и цена. Все наши средства мы поставляем в аптеки, только работаем с сертифицированной продукцией. Мы просто почему к этой концепции обратились? Потому что вот есть, например, такой замечательный человек, профессор Неумывакин. Это один из создателей нашей космической медицины. Он Гагарина в космос запускал. Так вот, этот замечательный наш профессор, он, например, пишет в своих книгах очень часто, что вот фармацевтика, она делает, конечно, замечательные вещи, но чаще всего, это практически дословно его текст, чаще всего процентов на 10 они снимают симптоматику, ну и достаточно гарантированно неприятности доставляют на 90% остальным органам. И вот, исходя из этого, мы занялись натуральными целебными средствами, потому что, естественно, разные организмы у всех людей, разные причины заболеваний, но каждое из натурального средства, оно одному больше может поэтому помочь, другому меньше, но оно всегда работает, как правило, в плюс на здоровье. Ну, конечно, если только не берут какие-то огромные совершенно концентрации количества, потому что отравиться можно и сахаром, если его есть там, баллонами какими-то. И вот, исходя из этого, мы работаем с нашими российскими производителями, тщательно отбираем все эти вещи, так, чтобы не стыдно было потом встречаться снова с людьми, которые это использовали. И вот в своей работе, это же достаточно информационно емкая работа, и мы даже уже не выдаем все свойства этих самых средств, когда встречаемся с людьми, а рассказываем чаще то, что нам рассказывают уже люди, которые попробовали эти средства, и вот по реальности нам отвечают. Например, расторопшая великолепно действует при печени, ну, тем более, там есть омега-3, омега-6, и я так думаю, что там у него и еще есть куча всевозможных дополнительных целебных свойств, и если вы каждый день понемножку это употребляете, вот, естественно, ваш организм оздоровляется. То есть идет восстановление клеток печени, печень лучше работает, и за счет этого идет восстановление всего организма. Совершенно однозначно. Если, допустим, человек по более экономному варианту хочет пойти, он может использовать, допустим, даже минут за 20 до еды ложечку порошка расторопшей, действует тоже очень хорошо. Скажи, пожалуйста, а вот что лучше, порошок расторопший или масло расторопшее? Я бы сказал, что у них немножко разные аспекты действия. А, вот давайте коснемся вот этого. Если нету каких-то критических ситуаций по заболеванию по печени, то вполне можно обойтись порошком. А если у человека какие-то серьезные проблемы с печенью, то вообще, честно говоря, гораздо сильнее действует у нас средство, это масло гриба лисички. Причем у нас есть и в капсулах, и жидкое. Вот оно действует даже еще сильнее, причем, ну, вы, наверное, лучше меня знаете, что вообще-то по-хорошему перед любым лечением неплохо было бы погонять глистов. Так вот, мы опираемся сейчас в том, что вот масло лисички, оно, у нас есть разные бальзамы на его основе, оно и печень помогает как-то вытянуть, и в то же время разные добавки, в частности, вот противогельминтные, они помогают изгнать глистов. И причем, вот то, что они есть и в капсульной форме, и жидкие, то, что жидкое, вы знаете, настолько это потрясающе вкусная вещь, у него выраженный запах грибов лисички и запах. И у нас это самое средство берут даже, вы знаете, есть такие привередливые ребята, веганы, которые еще круче, чем вегетарианцы. Так вот, они берут вот это вот средство как целебную приправу, потому что она одновременно решает по печени вопросы, по глистам, да еще и невероятно вкусная вещь. А за счет чего оно глистов гонит? Вот есть ядовитые средства, есть растворяют оболочку их, а это за счет чего? Вы знаете, то, что касается масла, это достаточно недавно появилось средство, я даже глубоко вот туда не внедрялся. Вот если, например, есть средство, ну вот, например, эти капли для глаз, которые даже при катаракте и глаукоме действуют, потому что на карнозине. Так вот, когда я заприкоснулся, кстати, эти капли стали производить на алтайской научной фирме, вот могу похвастаться благодаря мне, потому что я когда узнал про карнозин, я связался с директором этой фирмы, замечательная женщина, молодая ученая и четверо детей. Карнозин, что это за вещество? Карнозин это вот вещество, которое позволяет, я глубоко в химии не буду влазить, но оно, что самое ценное, мы из публичной библиотеки из Ленинки выписывали вот такой вот том, который называется карнозин. Самое главное свойство карнозина восстановление даже пораженных тканей. Поэтому в этом томе научном написано, что даже при катаракте и глаукоме помогает, а у моей мамы как раз букеты из того и из другого. Она даже одним глазиком лучше телевизор стала видеть. Вот так. Что еще вы скажете о своей продукции? Многое могу сказать сейчас. что-нибудь наиболее существенное. Вот очень интересно. Это концентрат фитостеринов. Это производится в Наукограде Кольцово в Новосибирске. Вот эти вот капсулы, они очень хорошо усиливают иммунитет, причем в отличие от животных гормонов, они совершенно безвредны и даже полезны для детей. То есть фитостерины это гормоны? В общем-то в какой-то мере, по своим свойствам, как растительные гормоны действуют. Да, извините, пожалуйста, самое главное средство расскажу, чуть не забыл. Каменное масло. Ну, вы, опять же, лучше меня знаете, что его тысячелетиями используют. Хорошо. Тысячелетиями его используют и у нас в России, и в Тибете. Кстати говоря, когда у нас не развита фармацевтика, даже при Петре Первом, обязывали аптеке иметь каменное масло, потому что оно полифонически действует на заболевания. Так вот, каменное... Полифонически, значит, оно действует... На очень многие заболевания. И за счет того, что в первую очередь оно убирает многие воспалительные процессы. Я сейчас произнесу фразу, после которой меня вообще посчитают несерьезным человеком, но я скажу правду, поэтому скажу. Мы одного молодого военного вытащили каменным маслом из саркома позвоночника. Вот что хотите дальше со мной, то и делайте. Но это факт. Я с ним потом встретился. Как его добывает каменное масло, где она находится? Легко. Рассказываю. Значит, каменное масло, у него есть некий синоним. Белое мумию. Потому что добывают точно так же, как и мумию, соскабливают со скал. Но только мумию органического происхождения, а каменное масло минерал. И очень важный момент. Каменное масло производится разными фирмами. Есть очень хорошее каменное масло, другие выпускают. Но очень важно, чтобы каменное масло было сертифицированным. Почему? Дело в том, что каменное масло в полной мере целебным считается, если у него содержится все 49 микроэлементов, полезных для организма. Если их меньше, оно не совсем целебное. Но бывает хуже. Бывает такая добавка, от которой можно козленочком стать, например, мышьяк. Поэтому, если на входе на предприятии нету, например, спектрального анализа, который позволяет сертифицировать эту продукцию, то просто можно отравиться. Вот так. Каменное масло убирает воспалительные процессы и перестают болеть суставы. Мумию, пожалуй, больше добывают. И каменное масло, оно чуть более редкое. Но повторюсь, вот я разговаривал с Еленой Георгиевной, это директор этой фирмы, она говорит, что очень много сырья от старателей они отсылают обратно, потому что оно неполноценное получается. Или не все целебные свойства, или вредные примеси. Что бы еще вы добавили? Ну, тогда я скажу про наш замечательный, старинный копорский чай. Потому что... Это как раз Иван-чай. Это ферментированный Иван-чай. В отличие просто от травы, он ферментирован, поэтому вкус его несравненно более приятный, на мой взгляд, и на взгляд моих друзей, во много раз вкуснее обычного. Александр, скажите, пожалуйста, а вот как происходит ферментация самого растения? Если по-простому, то технология та же самая, что и применяется в изготовлении обычного чая. То есть вначале это заквашивается, то есть будем говорить, его пожвакают, выделяется сок, он немножко лежит, ну как бы квасится. Потом из него... Тока заливается или нет? Нет, нет. Только квасит сок, чтобы... Как капуста. Вот. Потом, кстати говоря, квашение это вообще замечательная технология. Так вот, потом, из него надо выдавить и воздух, и жидкость. Для этого разные технологии применяют. В данном случае пропускают через фильеры такого устройства, как мясорубка. И все. Потом подсушивают немножко еще. Причем при невысокой температуре. В этом чае в чем ценность? Здесь кофеина ноль, витамина С во много раз больше, чем в лимоне. Он великолепно нормализует обмен веществ. И, кстати говоря, такой человек, все по-разному к нему относятся, как Берия. Он, когда изучил вот свойства этого чая, а он позволял очень быстро выздоравливать раненым солдатам. И перед войной в Копоре, где Александр Невский в 12 веке построил как раз-таки крепость, когда раздолбал в очередной раз крестоносцев, предприятие, которое выпускало вот эти вот средства, и позволяло оздоровлять наших солдат. Так вот, из-за этого чая фашисты приостановили наступление на Ленинград. И когда пошли танковые колонны на Ленинград, в этот весьма ответственный момент из ставки Гитлера пришел приказ, головная танковая колонна развернулась, поехала в Копоре, пока там все не уничтожили, не расстреляли всех людей, которые этим занимались, они не штурмовали дальше Ленинград. И еще маленький нюанс. Копорский чай на самом деле гораздо более серьезное средство, чем может даже показаться, потому что в 19 веке на первом месте по экспорту в России стоял, как ни странно, ревень, и причем наши нехорошие великобританцы, которые нам устроили революцию, две войны, они, естественно, весь мир снабжали своим восточным чаем. Как только победила Октябрьская революция, они тут же уничтожили все производства Копорского чая. А сами в 19 веке потребляли много тысяч пудов этого чая. Кстати, на третьем и четвертом месте по экспорту в 19 веке стояло пушнина и золото после чая. Я хочу добавить о Копорском чае, о Копорском чае, что он в первую очередь не обладает вяжущими свойствами, делает воду мягкой, и еще почему он восстанавливает так организм бойцов, организм ослабленного человека так мощно и быстро, потому что он первое растение, которое растет на пожарище. Совершенно верно. Да-да-да. Он обладает силой, которую передает организму истощенному. Вы абсолютно точно говорите. И причем, вы знаете, у него очень своеобразный характер. Вот он первым вырастает на пожарище, как вы сказали, но попробуй его посеять, где ты захочешь, он еще подумает, расти или нет. Русский характер. Спасибо большое. И вам тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!